Александр Пушкин в одну строчку с маленькой буквой представляет Добрый вечер В свою очередь я могу сказать, что я всегда с большим удовольствием сюда приезжаю и здесь выступаю в Сан-Франциско Вот здесь почему-то очень тепло, тепло во всех смыслах этого слова Ну хорошо, а теперь собственно к самой программе, которая называется «Лавка старьемщика» Знаете, я хочу начать ее с воспоминаний Это вообще будет программа воспоминаний Но начать ее хочу с такого неожиданного воспоминания, воспоминания о пластинке Вышедший в конце 70-х годов Если я не ошибаюсь, это был 78-й год Пластинка эта называлась «Песни людские» Может быть кто-то из вас знает, помнит эту пластинку Анатолия Шагиняна Это был поэтический моноспектакль Он читал стихи поэтов-коммунистов В сопровождении классической гитары, перкуссии и виброфона Но то, что это были поэты-коммунисты, вовсе не мешало им быть поэтами И стихи были действительно прекрасны И это не мешало Анатолию Шагиняну замечательно их читать Впоследствии, правда, если я уже о нем вспомнил То нужно сказать, что он женился на француженке Уехал в Париж Там устроился работать на радио «Свобода» После чего, естественно, пластинки были изъяты И достать их уже было невозможно Сейчас, правда, можно найти эту запись в интернете И даже скачать, причем чуть ли не бесплатно Но тогда эта пластинка была филофонической редкостью Насколько я помню, может быть, я ошибаюсь Кстати, Анатолий Шагинян был последним человеком Который видел при жизни Александра Галича Видел живым Александра Галича Галич тогда пришел в эту парижскую студию Радио «Свобода» больной весь, с высокой температурой И исключительно благодаря усилиям Шагиняна Он записал последнюю свою песню Там, где возвращается вечером ветер на круге сваля И так далее Вот благодаря Шагиняну мы располагаемся записью этой песни А потом, когда Галич ушел, через пару часов подошел к Шагиняну коллега какой-то И сказал, Толя, пойдем в буфет, пойдем выпьем Говорит, да зачем уже, я на работе Нет, пойдем выпьем Вот они спустились в буфет, налили парюки коньяку И этот коллега сказал ему, Толя, ты знаешь, вот только что был здесь Александр Кач Шагиняна говорит, да, да, конечно, мы записали песню Ну вот, вот он был здесь, а теперь его нет Вот такая история Но, собственно, я, конечно, не об этом Я о том, что эта пластинка называлась «Песни людские» По названию, по первой строчке замечательного стихотворения Поэта Назыма Хикмета Которая исполнялась в переводе Давида Самойлова И вот я именно с этого стихотворения и хочу начать сегодняшнюю программу Сегодняшний моноспектакль, может быть, если так можно выразиться Если к нему подходит это гордое название моноспектакля Песни людские прекраснее, чем люди Надежнее, чем люди Печальнее, чем люди Прочнее, чем люди И песни любил я больше людей Я мог бы жить в одиночестве Прожить без песен не мог Я изменял любимой Но песня в нее был верен И песни мне не изменяли Я их понимал на любом языке В этом мире Из всей жратвы и питья Из всех путешествий и происшествий Из всего, чему я внимал Из всего, что я понимал Обнимал и трогал Ничто не делало меня счастливее, чем песни Песенка короткая, как жизнь сама Где-то в дороге услышанная У нее пронзительные слова У нее пронзительные слова У нее пронзительные слова А мелодия почти что возвышенная Она возникает с рассветом вдруг Медлительно лгать не обученная Она как надежда из первых рук Она как надежда из первых рук Она как надежда из первых рук В дар от природы полученная От двери к дверям из окна в окно Вслед за тобой она тянется Все пройдет, чему суждено Все пройдет, чему суждено Все пройдет, чему суждено Только она останется Песенка короткая, как жизнь сама Где-то в дороге услышанная У нее пронзительные слова У нее пронзительные слова У нее пронзительные слова А мелодия почти что возвышенная Скажите мне, слышно нормально? Мне кажется, что так тиховато, да? И гитару слышно? Слушай, я как-то плоховато я слышу Даже ворачивую группу Тогда ладно, тогда пойдем дальше Знаете, эта программа будет посвящена старым песням в основном Причем не просто старым песням А под заголовок такой Любимые песни, которые сегодня мало кто помнит Знаете, мне кажется, что старые песни Так же, как и старые вещи Подобны старым друзьям С каждой из них у нас связаны какие-то воспоминания Какие-то случаи с жизнью Какие-то встречи Знакомства, люди Какие-то прежние влюбленности Неудачи, успехи Неважно То есть, каждая из этих старых вещей Или старых песен С годами превратилась для нас Во что-то большее, чем песни И теперь, в общем-то, даже уже не важно Когда мы поем эти песни Может, бывает какое-то слово не на месте Бывает, какой-то звук не так звучит Что-то такое Неважно Важно, что при этом происходит спиритический сеанс То есть, мы вызываем из небытия Некие духи прошлого Вот, собственно, что происходит со мной Когда я пою эти песни Еще одно такое наблюдение Эти песни, повторяю, подобны старым друзьям Так же, как мы их помним, так сказать, старыми И они нас помнят теми прежними То есть, они нас тоже помнят молодыми Поймите меня правильно Я пою и новые песни И даже сочиняю иногда И пою собственные новые песни И делаю это с удовольствием Но старые я люблю больше Я люблю больше Потому что новые, они еще никакие Они еще холодные А за старыми – жизнь Вот за теми песнями, которые я буду петь сегодня Жизнь, в частности, моя жизнь Знаешь ли ты, как память Кто-то включил приемник Чистое, словно снег Там, в городской квартире Твой приглушенный смех Теплый июльский вечер А в березь, тишина, луна Остра, знаешь ли ты, как память в эти часы остра? Ну, первая прозвучавшая песня принадлежит Перу Булата Акуджавы, вы, конечно, узнали ее. А только что прозвучавшая песня написана Валерием Боковым на стихи Владимира Сидорова. Такая вот старая песня. Программа будет наша, этот моноспектакль будет разделен на несколько глав, не одинаковых, разные. Одни главы побольше, другие поменьше, это не важно. И к каждой главе будет некий эпидроф. Вот давайте начнем с главы, которую можно условно назвать географической. Дело в том, что все эти песни, они относятся, ну, для меня во всяком случае, к определенной географии, к определенным местам, к определенным географическим широтам и долготам. И вот я хочу, чтобы эти широты и долготы были воспеты. Эпиров такой. А годы уходят, как песни, иначе на мир я гляжу. Во дворике этом мне тесно, и я из него ухожу. Ни почести и ни богатства, у дальних дорог не прошу. Но маленький дворик арбатский с собой уношу, уношу. Сильнее я с ним и добрее. Что нужно еще? Ничего. Я руки озябшие грею, а теплые камни его. Арбат беру с собой, без него я ни на шаг. Смоленскую на плечи я набрасываю. И пресень беру, и не так, чтобы так, а красную, красную, красную. Мы въезжаем, мы въезжаем неспроста, и не вдруг по асфальтовой дорожке, Неминуемой, в заколдованный круг, из рук и разлук, Сотворенья Москвой иминуемой. В заколдованный круг, из рук и разлук, Сотворенья Москвой иминуемой. Ну понятно, понятно, что Булата Куджава, Но я подозреваю, что в зале есть немного людей, которые знают эту песню. С Булат Шалчевым мы познакомились в 1986 году в Саратове На первом всесоюзном фестивале самодетной песни, Где я имел честь быть членом жюри, А жюри это возглавлял как раз Булата Куджава. Он, кстати говоря, у меня даже брал тогда гитару для того, чтобы поиграть, У него не было гитары с собой, И он взял мою гитару, перестроил ее на семиструнку и так играл. Вот эта гитара давно уже потеряла звук, Она где-то пылится у меня на шкафу, Но я до сих пор не решаюсь ее выбросить, Потому что она побывала в руках у маэстро. Вот, кстати говоря, мы встречались с Булат Шалчевым и в Советском Союзе, Впоследствии и в Израиле, куда он приезжал неоднократно. И даже на одной из встреч мне удалось спеть ему его собственную песню, Которую он забыл. Он сказал, ну, уже ли это моя песня? Я говорю, да, ваша. В общем, такой состоялся между нами диалог. Он действительно не помнил песню. А вот с автором следующей песни Судьба меня никогда не сводила, Не довелось познакомиться, Хотя я знаком с двумя из трех его жен И даже дружим с его дочерью. Юлий Визбор. Река Енисей То туман, то дождей А лес то седой, то рыжий Река Енисей Ты ко мне приходи Закрой глаза Увижу Вот это навек Так сказать навсегда Зеленой тайгой По сердцу Как плещет вода Как стучат вне вода Луны золотые Серпы И вроде бы я Видел страны в красе Шатаясь всю жизнь По свету Но в сны мне скучит Река Енисей Прекрасный, которым нету Река Енисей То туман, то дожди А лес то седой, то рыжий Река Енисей Ты ко мне приходи Закрою глаза Увижу Продолжаем географический такой экскурс На театральной площади Немножко театрально Стоял я першись Плечом об оперный театр А каменные кони Оскалились нахально Их каменные ноздри Выбрасывали пар Профессор римский Косок ввертясь На пьедестале Никак не мог подняться Чтобы руку мне пожать А я стоял и бредил То славой, то стихами Стихами или славой Ну как их не смешать Роились в небе звезды Садились мне на плечи Ах, только б не прожгли Они мой импортный пиджак Качаясь, плыли лица Голубоватых женщин Стекали мне в ладони А я сжимал кулак А я дышал в полнеба А я держал полумира Гигант я или карлик Герой или пигмей Носы приплюснув к стеклам Уставились квартиры Я стекла гладил пальцем Я был их всех добрее Я прыгнул на подножку Пропел звонок трамвая Я две копейки бросил Как бросил золотой Качаются вагоны Качаются вагоны Кондуктор шизевает Вожатый смотрит мимо Домой, домой, домой Качаются вагоны Кондуктор шизевает Вожатый смотрит мимо Домой, домой, домой Это был Евгений Клячкин Да, почему-то никто не поет эту песню Слушать хочется А? Слушать хочется Слушать хочется Пожалуйста Еще деревизма Еще география В Ялте-Ноябре Ветер гонит по набережной Желтые, шухлые, мокрые Листья платана Волны юля Разбиваются о парапет Словно хотят добежать до ларька Где торгуют горячим бульоном В Ялте-Ноябре В Ялте пусто, как в летнем кино Где только что шла французская драма Где до сих пор не остыли моторы проекторов И лишь экран глуповато глядит Освещенный косым фонарем В Ялте-Ноябре Там, в далеких норвежских горах Возле избы, где живут пожилые крестьяне Этот циклон родился Пройдя всю Европу Он бессилен Все ж холодит ваши щеки В Ялте-Ноябре Разрешите о том пожалеть И с легким трепетом взять вас под руку В нашем кино приключений осталось немного Так будем судьбе благодарны За этот печальный оброненный кем-то билет Знаете эту письмо? А почему не подпевали? Следующую песню когда-то Пела прекрасная эстрадная певица Елена Гликан Развеселые цыгане По Молдавии гуляли И в одном селе богатом Врана коня украли А еще они украли Молодую молдаванку Посадили на полянку Воспитали как цыганку Навсегда она пропала Под тенью загара А в руках у ней гитара Гитара, гитара Позабыла все, что было И не видит в том потери Ах, вернись, вернись, вернись Но глянись по крайней веке Было в речке босы ноги В пыльный бубен пила звонка Однажды из берлоги Утащила медвежонка Посадила на поляну Воспитала как цыгана Научила бить бакушки Красть игрушки из кармана С той поры про маму, папу Позабыла медвежонок Прижимает к сердцу лапу И просит денежона Держит шляпу вниз Тульею Так живут одной семьею Как хорошие соседи Люди, кони и медведи В дороге позабыли Кто украла, кто украден И одна попона пыли На коне и конокраде Никому из них не страшен Никакой ни дуга, ни хворост В ночах поют и пляж И в костры бросают хворост От цыган к добрым людям Прохожим ворожим Все, что было, все, что будет Расскажет, как может Что же с ней беглянкой было Что же с ней цыганкой будет Все, что было, позабыть Все, что будет, позабыть Возвеселые цыгане По Молдавии гуляли И в одном селе богатом Ворона коня украли А еще они украли Молодую молдаванку Посадили на полях Воспитали, как цыганку Новелла Николаевна Матвеева Знаете, не могу себе простить Одною вещь Я когда-то В 80-е годы прошлого столетия Был в командировке в Москве И общие наши знакомые Друзья передали мне Ее приглашение Прийти к ней на день рождения Вот И я не пошел Потому что порядочный Потому что нужно было уезжать Уже командировка заканчивалась Хотя, конечно Я теперь понимаю Надо было плюнуть на начальство Плюнуть на все Идти знакомиться с Новеллой Матвеевой Нет, дурень Поехал домой, понимаете Не могу себе простить Александр Галич Песня называется Песня о последней правоте Она относится к числу малоизвестных песен Галича По крайней мере Очень редко исполняемых Я, правда, знаю и помню Уже много лет И она мне всегда страшно нравилась Причем она Принадлежит к числу тех редких песен Галича Где мне очень была Где мне страшно понравилась мелодия Обычно там стихи, конечно Очень мощные всегда, да А мелодия такая достаточно приблизительная А здесь и мелодия мне страшно понравилась Тем не менее, я ее никогда в жизни не пел со сцены Почему? Потому что у меня не доходили руки Разобраться, о чем же в ней, собственно, поется Дело в том, что тогда В те годы, когда я ее выучил Не было еще интернета И нельзя было Вот Набрать, да, с клавиатуры Какое-то слово Загуглить, как сейчас говорят И тут же выяснить, что это такое А тем не менее Необходимость в этом была Потому что начиналось стихотворение это так Подстилала удачи соломки То есть, может это какое-то блюдо такое кулинарное Купаты, трепанги, миссоломки И при чем тут байер вдруг Когда песня посвящена на самом деле Юрию Домбровскому Замечательному писателю Автору факультета ненужных вещей Хранителю древности и так далее И только вот в последние годы У меня дошли до этого руки И я разобрался Миссоломки это название греческого города Небольшого греческого города Где умер Байрон Где скончался Байрон Собственно, это единственное Чем знаменит город Миссоломки Но вот история, связанная со смертью Байрона Достаточно интересна Дело в том, что Вот выражаясь современным языком То есть, современные молодые люди Сказали бы так, что Последние годы жизни У Байрона поехала крыша То есть, он распродал Практически все свое имущество Все, чем он владел Оставил родных и близких Чуть ли не без средств к существованию И все свои вырученные деньги Отправил, так сказать Инвестировал В национально-освободительное восстание Греков против Османской империи Поехала крыша И вот, значит Причем он не просто передал деньги Этим восставшим Он еще и сам туда поехал Для того, чтобы лично участвовать В освобождении Греции От турецких захватчиков Но когда он туда приехал Выяснилось, что В общем, все как обычно Лидеры восстания Грызутся между собой Как собаки Деньги куда-то Улетучат Как это часто бывает Практически всегда И для того, чтобы заказать Какие-то новые пушки И военные фрегаты Нужно проводить опять сбор средств То, что в Америке называется Fundraising Вот И он заболел Он заболел очень тяжело И как мне кажется То есть я бы сказал так Что он фактически умер Не от лихорадки Как написано в справочниках Кстати, под лихорадкой Тогда понималась Не малярийная лихорадка А понималась просто Высокая температура Простуда очень сильная То есть умер он не от лихорадки Умер он, на мой взгляд От разочарования От осознания Некой собственной неправоты Ну вот Он простудился очень сильно Слег И вроде даже отлежался А потом отправился На прогулку верхом С товарищем И тут он простудился второй раз И уже после этого не встал Так что в справочниках написано Что он скончался от лихорадки Впрочем Впрочем Всю эту историю Можно прочитать В рассказе Юрия Домбровского Который называется Смерть лорда Байерна Итак, песня О последней правоте Подстилала удача Соломки Охранять обещал И впредь Только есть на земле Мисс Соломки Где достанется мне Умереть Где достанется мне Умереть Где уже не пижон И не байерн Ошалев от дорог И корец Я тысячи истин Как Байрон Вдруг поверю Что истины нет Вдруг поверю Что истины нет Будет серый И скверный Денечек Небо с морем Сольется В окно И приятель Мой плут И до ночи Подольет мне Отраву Вино Подольет Мне Отраву Вино Упадет На колени Тетрадка И глаза Мне затянет Слюда Я скажу У меня лихорадка Для чего я приехал сюда Для чего я приехал сюда И о том Что не в истине дело Я в последней пойму Дурноте Я мечтавший И нощно И денно О несносной Своей правоте О несносной Своей правоте А приятель Всплакнов Для порядка Перейдет На возвышенный Слог И запишет В дневник Лихорадка Он был прав Да простит Его Бог Он был прав Да простит Его Бог О буре серое Всю ночь качается И ничего Вокруг Не приключается Не приключается Вода соленая А на локатаре Тоска зеленая И тихо И тихо В кубрике Гитара Звятое А в наших Плаваньях Бывало Всякое Бывало Всякое Порой Хорошее Да только Памятью Травой Поросшее И молчаливые Всю Навигацию Чужие Девочки Висят На рации Висят На рации Одна В купальнике А две Под зонтиком Сидят Под пальмами А море Серое Всю ночь Качается Вот и ушла Любовь Не возвращается Не возвращается Погода Портится И никому Печаль Твоя Не вспомнится А, Лёня, знаешь, эту песню? Да Ничем её не возьмёшь Хорошо, тогда такая Тогда была Токуджо Музыка Юрия Щуровского Как случилось, не заметила сама Только дверь потихоньку приоткрыла Мама, мама, в нашем городе зима Тишину на мостовые уронила Мама, мама, в нашем городе зима Тишину на мостовые уронила Белый цвет в этой зимней тишины Полдень сне и прозрачнее сне Мама, мама, далеко тебе видны Те дороги, на которых мы взрослеем Мама, мама, далеко тебе видны Те дороги, на которых мы взрослеем Все следы запорошила у крыльца Только белые сугробы остаются Мама, мама, пусть дорогам нет конца Все у сердца твоего они сольются Может, это я придумала сама Но снежинки все кружатся и кружатся Мама, мама, в нашем городе зима Тишиною не могу я надышаться Мама, 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 в нашем городе зима Тишиною не могу я надышаться Глава следующая Назовем его маршевой На полянке разминаются оркестры духовые И играют марш известный Неизвестный для чего Мы пока еще все целы Мы, покуда, все живые А когда нагрянет утро Там посмотрим, кто кого Ах, трубы медные гремя Кружится воинской пора За рядом ряд, за рядом ряд Идут в строю солдаты Не в силах радость превозмочь Поет жена, гордится дочь И только мать уходит прочь Куда же ты, куда ты Куда же ты, куда ты И боль, и пыль в пушах гром Ах, это будет все потом Чего ж печалится о том А может, обойдется Ведь нынче музыка тебе Трубач играет на трубе Бунт штук трясется в губе Трясется он Трясется Трясется он Трясется 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 А эту любит, знаешь? Нет О! Вау! Есть! Сделай! Это была песня Куджак Владимир Качан, Леонид Филатов «Гусарский марш» Под причитание полковых мамаш Мы вынимаем нотные альбомы Давным-давно расстреляны обоймы У нас в руках один гусарский марш Мелодии игрушечных атак Мы вас берем сегодня на поруки Вас надо петь суровой по-русски Суровой по-русски только так Мы трубу, как винтовки, рвем с плеча Они поют тревожно и бессонно Сегодня мы хороним Гершинсона Илюшу Гершинсона, трубача А степь была безмолвна истина И этот марш казался неуместным Но мы его трубили всем оркестром Отчаянней и громче, чем всегда И снова шли, не видя ничего А степь горячим малю шипела Мы не играли скорбный марш Шопена Мы не играли скорбный марш Шопена Мы не успели выучить его Это точно никто не знает Последний час Последний час Да, да, да Понятно, что славянку Конечно Следующая глава Назовем ее условно кухонная Кухонная Два эпиграфа сразу Эпиграф их всех была так уже Вселенский опыт говорит Что погибает царство Не от того, что тяжек быть Или страшны мытарства А погибают от того И тем больнее, чем дольше Что люди царства своего Не уважают больше Еще один Разве лев царь зверей? Человек царь зверей Вот он выйдет с утра Из квартиры своей Он посмотрит кругом Улыбнется Целый мир перед ним содрогнется Новелла Матвеева Жил пожарник в каске ярко-розовой Носил чутак фиалку на груди Ему хотелось ночью красно-розовой Кого-нибудь из пламени спасти Мечта глухая жгла его и не жила Вот кто-то спичку выронит и вот Но в том краю Как раз пожаров не было Там жил предусмотрительный народ Из ветвей следил Бывало в детстве я Как человек шагал по колонче Не то чтобы ему хотелось бедствия А он грустил о чем-то вообще Спала в пыли дороженька широкая На башне каменно молчал А между тем горело очень многое Но этого никто не замечал И еще Александр Галич Песня называется «Вальс-баллада про тещу из Иванова» Малоисполняемая песня, почему? Я никогда в жизни не слышал, чтобы ее кто-то пел Кроме автора в те далекие годы Возможно потому, что речь в этой песне идет о периоде О временах борьбы с абстракционизмом В чем я намеренно произношу это слово именно так Как его произносил с мягким знаком Незабвенный Никита Сергеевич Я уже не буду повторять, да, в этой аудитории Вспоминать о бульдозерных выставках, да И о тех эпитетах, которыми тот же незабвенный Никита Сергеевич Награждал художников и в особенности скульпторов Скажу только, что в этой песне упоминается фамилия Поллок Значит, речь идет не о знаменитом американском кинорежиссере Сиднея Поллоке А речь идет о художнике по имени Джексон Поллок Который считается основоположником То ли экспрессивного абстракционизма То ли абстрактного экспрессионизма В общем, что-то такое, я не помню Ну, по-моему, в общем, один черт, с одной стороны По-моему, это экспрессивный абстракционизм Итак, вальс баллада про тещу Изолану Ох, ему и всыпали по первое По дерьму с пеленутого полоком Правильные суки брожа пеною Обзывали шуликом и полоком Раздавались выкрики и выпады Ставились искусно многоточия А в конце, как водят сороковые воды Мастерская, договоры, прочие Тай-да-ра, тай-да-ра Он припер вещички в голове детцу Все в один упрятал в узел драненькой И свалил их в угол, как поленницу И холстые краски, и подрамники Томка вмиг слетала за Кубанскую Тон и все яичко, два творожничка Он грамм сто принял, заел колбаскою И сказал, что полежит немножечко Тай-да-ра, тай-да-ра Тай-да-ра Выгреб тайм из пальтишка Раванова Не мбутал прикопленный заранее А на кухне теща из Иванова Ксения Павловна ввела дознание За окошком ветер мя локацию Билось чье-то сизое и спотнее А за что ж его? Да за абстракцию Это ж нам отрезвону подняли Тай-да-ра, тай-да-ра Тай-да-ра Он откуда родом? Он из Рыбинска Что рисует? Всю натуру разную Сам еврей? А что? Сиди, не рыпайся Вон у Ритки Без нагида связывает Курит много В день полпачки семер Риткин дьявол Курит вроде некруто А у них еще по лавкам семер Хорошо живет Лучше некуда Тай-да-ра 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 Риткин что не вечер То с приятеля Заебела дура В доме ворога Значит, окаянный Твой спонятель В день полпачки Севера Недорог Пинта пьет Как все под воскресенье Риткин пьет Вся рожа охорябана Помолчали Хрустнуло печенье И вздохнув Сказала теща Ксения Ладно уж Прокормим Окаянного Тай-да-ра 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 Песен подобных Следующих Можно отнести К смертельным номерам И вы сейчас поймете Почему Протопи ты мне Пальку Хозяюшка Распалю я себя Расколю На полоке У самого краешка Я сомненья в себе Истреблю Разомлею я До неприличности Ковш холодный И все позади И на колоках Времен культа личности Засинеет На левой груди Протопи ты мне Пальку По белому Я К белому Свету Отлы Угорю Я и мне Угорелому Пар горячий Развяжет Язык Сколько веры И лесу Палено Сколь и следа На горе И трасс А на левой груди Бровь И сталь А на правой Маринка Власть Эх, за веру Сложу Бессоветную Сколько лет Отдыхал Отдыхал Я Враю Променял Я На жизнь Беспросветную Несусветную 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 Глупость Мою Протопи ты мне Пальку По белому Я Я Белого Свету Отвы Угорю Я И мне Угорелому Пар горячий Развяжет Язык Вспоминаю Вспоминаю Как Утречком Раненька Брату Крикнуть Успел Пособи И меня Два Красивых Охранника Повезли Из Сибири Сибири Ребаком На карьере Копили Наглотавшись Слезы Из Сердца Ближе К сердцу Кололи Мы Протопи Чтоб Он Слышал Как Блются Сердца Не Топи Ты Мне Банку По Белому Я От Белого Свету От Лы Угорю Я И Мне Угорелому Пар Горячий Развяжет Хин Слы Ох Знобит От Рассказа До Тошного Пар Мнемысли Прогнала Туман Из Тумана Холодного Прошлого Окунаю Окунаюсь В горячий Туман Заскучали Мне Мысли Под Тебичекам Получилось Я Зря К Прошлого Прошлого К Березовым Венечкам По Наследию Мрачных Времен Протопи Протопи Мне Бан Протопи Ты Мне Бан По Белому Для Белого Свету От Мы Угорю И Мне Угорел Огон Пар Горячий Развяжен И Свет Протопи И Топи Протопи И Топи Протопи И Топи Аплодисменты Аплодисменты Спасибо 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 Я Честно Вам признаюсь Что я сам с большой, знаете, с большим скептицизмом и с настороженностью отношусь к исполнению песен Высоцкого, если исполнитель мужчина. То есть, если женщина исполняет песню Высоцкого, у меня это не вызывает протеста, понимаете? Нет сравнения с оригиналом. Совершенно иначе, абсолютно получается иначе. Вот. И я знаю немало исполнительниц, которые делают это блестяще. Вот, кстати, не слышал. Не слышал. Я знаю, я слышал. И, кстати, в этом же зале, по-моему, Галя Хомчик пела, когда мы приезжали в прошлый раз песню Высоцкого. Есть, кстати говоря, здесь в Америке такая Елена Лебедева, которая замечательно поет песню Высоцкого. Ну и так далее. Можно продолжить этот список. Вот. Понимаете, а когда мужчины это делают, то неизбежно возникает сравнение с оригиналом. И, конечно, как правило, все-таки решается это сравнение в пользу оригинала. Вот. Я это понимаю. Но я просто постарался это сделать не так, как в оригинале. Совсем не так. Для того, чтобы это выглядело иначе. Ну, хорошо. Давайте... Давайте мы, так сказать, под конец первого отделения что-нибудь попроще, полегче. Не попроще, полегче. В Коктебеле, в Коктебеле, у лазурной колыбели весь цвет литературы СССР. А читательская масса где-то рядом греет мясо. Пляжа для писателей читателям же нет. На мужском пустынном пляже, предположим, утром ляжет наш дорогой мир Зодорс, он за дэй. Он лежит, тревус не дует, за дэ свое турсует, попивая коньячок или алькаке. А все прочие узбеки, человек на человеке, то есть скромные герои наших дней. И из почтения к слове гения растянулись на каменьях, попивая водочку и думая о ней. Но кое-кто из них в засаде, в засаде или в досаде, не помню. Кое-кто из них в досаде, озираясь на фасады, где известные письменники живут. Из подлейшей жажды мести сочиняют эти песни. А потом по всей стране со словою поют. Пам-пра-пам-пра-пара-пара-папа-пам. Как ты пели, как ты пели, у лазурной колыбели весь цвет литературы СССР. А читательская масса где-то рядом, где-то мясо пляже для писателей читателям же нет. Аплодисменты. Не путайте с тем самым, с тем вышел Папа Ралич. Он у меня сейчас самым, и вечером, и днем. Всегда он на готове любой за мою тонну. И подпираю брови, мои брови жаждут крови. Моя сила в них одни, как любови от свекрови. Ждите милости от них. Могу, шумел камыш, могу предаться блуду. Могу, шо захотишь, вещать с трибуны люду. Эх, жаль, жаль, апрель не тот. Вот мне с броневика-то без слов за пулемет. Эх, ложись, ребята. Мои брови жаждут крови. Подбивай, не прикосло. Распевайте на здоровье, пока я не хмурю бровь. Эх, да сдавай, бандура, Юра, конфискуй у Галича, Где ж ты там, цензура, дура, ну, спой, когда реча. Эх, разы, еще раз, и еще много-много разы, Еще Пашку и Наташку и Лариску по горасту, Эх, негде я в лаку упасть, среди родного блядства, Эх, советская власть, равенство и братство. Друзья, хорошая рифма, да, к слову братство? Очень. Ну, хорошо, значит, мы сейчас, я спою еще эту песенку, мы разойдемся на перерыв. Я просто перед перерывом хотел вам напомнить, что там, вот в той части зала, такой стол, и на этом столе сконцентрированная продукция. То есть там диски, так сказать, разных времен, в том числе и есть диск, который называется «Лавка старьевщика», и, так сказать, который, вот, собственно, презентацией которого является эта сегодняшняя программа. Просто я вам хочу сразу, я хочу сразу вас предупредить, что диск лучше, потому что там есть еще, кроме гитары, есть еще дополнительные инструменты, и, так сказать, замечательно, это все звучит с дополнительными инструментами. Ну, хорошо, значит, вот обратите внимание, пожалуйста, на эти диски. А завершим мы первое отделение, еще одной песней Юлии Кима. Это, собственно, Ария, Ария Скотинина из спектакля «Недоросль» по фан-визину. Вы же помните, да, этого персонажа, который больше всего на свете любил свиней. Я, конечно, понимаю, что в устах человека, прибывшего из Израиля, песня будет звучать абсолютно негашерно, но я надеюсь, что вы меня не выдадите. Люблю свиней, сестрица, ах, как бы ни пони, В монахи бы пострыться, давно пришлось бы мне. Кому свинья, свинина, щетина да сальцо, А мне свинья, скотина, у коей есть лицо. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Бывало, и детстадо, и трудно глаз отресть, Им ничего не надо, а кроме как поесть. Ни зловы, ни попрека, ни хитрости какой, Мне в людях одиноко, а с ними я как свой. А-а-а-а-а-а-а-а. Все, мы начинаем второе отделение. Дорогие мои, вы задавайте ему вопросы, Вы напишите записки. Вы не знаете, что может Александр Дов? А-а-а-а-а-а-а. Сомкните плотнее веки и не раскрывайте век. Прислушайтесь и ответьте, который сегодня век. В сошедшей с ума вселенной, Как в кухне среди корыд, Нам душно от диксилендов, Парламентов и корид. Мы все не желаем верить, Что в мире истреблена Угодная сердцу есть По имени тишина. Нас тянет в глухие скверы, Подальше от площадей, Очищенные от скверной машин и очередей. Быть может, вот этот гравий Сканичка и Жасмин Последняя из гарантий Хоть как-то улучшить мир. Неужто же наши боги Не вправе и не вольны Потребовать от эпохи Мгновенья тишины? Коротенько, как выстрел, Пронзительного, как крик. А сколько б забытых истин Открылось нам в этот миг, И сколько бы дам прекрасных Не переродилось в дур, И сколько бы пуль напрасных Не выглядела из духа, И сколько бы Наполеона Замешкалось крикнуть пли, И сколько бы опаленных Не рухнуло в ковыри, И сколько бы наглых пешек Не выбилось из хвоста, И сколько бы наших певчик Сумело дожить до ста. Консилиумы напрасны, Дискуссии не нужны, Всего и делов, Братцы к наиве тишины. Как время беспощадно Дела его и свет, Ну я умру, И ладно, Сменяясь просами, А тот, что с нежным пухом Над верхней губой, С еще не твердым духом, Разбуженной трубой, Какой счастливой схваткой Разбужен он теперь Под кованную пяткой Захлопывает дверь Под звуки духовые, Не ведая о том, Как сладко все впервые, Как горько все потом. ПАМ, ПАДАБАДАМ, ПАДАБАДАМ Пам-падам, пам-падабадам, 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 Моё отражение пугливо дрожит. Дрожат, упирались высокие ножки, А тонкие ноздри вбирают меня. Не надо бояться, не надо. Хорошим всё это когда-то придётся принять. Придётся поверить, безумно рискуя, И в руки, которые могут дарить, И в губы, которые только целуют, А страх и желание не разделить. Что делать, дружок? Мы похожи немного. Я тоже дикарь непривычный к рукам. Мне так же себя, то не ся до порога Последнего шага не сделать никак. И словно решив, если хочет, пусть губит, Как будто в полёте над синей водой, Он вытянул тело, и влажные губы Покорно легли на сухую ладонь. А, да-да-да-да-да, а-да-да-да-да. А, Евгений Савч, я много могу рассказывать, отвлекаясь от программы. Хочу только сказать, что мы с ним познакомились Где-то в годов 79-м, примерно так, Прошлого века. Это было на фестивале В песенном городе Кишинёве, Где я, совсем ещё молодой тогда человек, Впервые в жизни выставил, так сказать, На суд высокого жюри Свои собственные сочинения, Песни собственного сочинения. Так случилось, что председателем этого жюри Был Клячкин. Я тогда получил первую премию, А Евгений Савч вечером подошёл ко мне, Отозвал в сторону, И сказал несколько тёплых слов, За которые я ему признателен по сей день. Вот. Мы с ним впоследствии встречались Неоднократно и в Советском Союзе, И позднее в Израиле, Куда он приехал за два месяца до меня. Поэтому, когда я приехал, Первое, что я сделал, Я разыскал его телефон, И где-то через полмесяца после приезда Я поехал к нему в гости. Я думал тогда так, Он приехал на два месяца раньше. Он, наверное, уже устроился, Он ко мне хорошо относится, Он мне поможет. Но вот я до сих пор помню Эту квартиру, в которой он жил, На улице Иерушалайм, На городе Бнайбраке, Это такой ультра-ортоаксиальный Религиозный город в Израиле. Квартира была большая, Но абсолютно пустая. Из мебели в квартире Стоял только скудный такой набор, Который можно было получить За какие-то минимальные деньги От еврейского агентства Сахмут. Там был стол, Три стула, по-моему, или четыре, И такие узкие кровати, Не двойные, а одинарные. Совершенно простенькие. Вот то, что у всех новых репатриантов Тогда стояло в мире. Кроме того, из мебели у него Был компьютерный столик. Как сейчас помню, на этом столике Горой лежали учебники иврида. Как сейчас помню, это были таблицы Ивритских глаголов. Но не скажу, что ему удалось В совершенстве овладеть этим языком, Хотя на самом деле он, в общем, Достаточно прилично для своего возраста Изъяснялся. Он мог работать инженером-строителем, Вот мог объясниться, И, так сказать, ему хватало Того багажа иврита, который он приобрел. Ну вот, не буду, так сказать, дальше продолжать. Это может быть в другой раз, когда... Евгений Клячкин, да, Евгений Клячкин. Еще одна песня «Качана и филатр». Такой совершенно неожиданный филатр. Ты не веришь в таинственность радуги И загадок не любишь совсем. Ты сегодня сказал мне, что яблоко Это тот же коричневый джем. И глаза у тебя улыбаются И презрительно морщится нос. Ведь у взрослых ума не прибавится, Если к ним относиться всерьез. Ты не числешься в сказочном подданстве На седьмом от рождения году. Это яблоко самое позднее Из оставшихся в нашем саду. Это яблоко солнечной спелости, Как последний счастливый обман Дарит лошадь Вздрослеющей светлости С уважением, Ганс, христиан. С Владимиром Качаном мы не знакомы. А вот с Леонидом Филатовым были знакомы. Он приезжал в 90-е годы к нам в Израиль И был у нас на радио, где я работаю. Мы делали с ним большую передачу, часовую. И он преподнес просто несколько сюрпризов. Первый из которых заключался в том, что у него он был Абсолютно лишен музыкального слуха. Как выяснить. То есть мы просили его спеть какие-то песни. Он категорически отказался, сославшись на отсутствие слуха. Я говорю, да, но вот же фильм был, да. Как там из жизни начальника уголовного розыска. Помните, где он поет, когда воротимся ему в Портленд и так далее. Он говорит, да, но это исключение из правила. То есть вы себе не представляете, говорит он, сколько пришлось намучиться со мной режиссеру и музыкальному редактору, пока из меня удалось вытащить какие-то звуки относительно музыкальные. И в этой передаче пришлось мне самому спеть несколько его песен. Он был абсолютно счастлив по-детски. Он не представлял себе, что его стихи и эти песни кому-то известны, кому-то нужны, и что кто-то их поет вообще. Он думал, что, ну и не без оснований, конечно, что больше известны его пародии замечательные. Они действительно хорошо известны. Известна эта сказка про Федота Стрельца, удалого молодца, которую все присутствующие помнят. Дивная абсолютно. Но вот его лирика, настоящая, интересная, она меньше, конечно, известна. По крайней мере, ему так казалось. Вот. И второй был сюрприз такой. Значит, его прямо у нас с радио чуть было не забрали в полицию. Дело в том, что он, дожидаясь записи, перед входом в студию, он присел на корточке в коридоре, для того, чтобы покурить. Так, по-зековски присел, знаете, спиной к стене, значит, на корточках, оперши спиной о стену, и, значит, он шмалил свою сигарету. Курил он московский пегас. Значит, наши евретоязычные коллеги, проходившие в то время мимо, решили, что табак так пахнуть не может. То есть сидит какой-то человек непонятный и курит просто травку вот прямо здесь, на территории радио, ничтоже сумняшися. Короче говоря, я вам клянусь, то есть я одного из них просто остановил, он уже тянул руку к телефону. Он собирался вызывать полицию. Я его просто за руку схватил, говорю, нет, нет, не нужен, это наш гость из Москвы, вот у них там курят такие сигареты. Вот такая была история. Ну, смотрите, на территории государственного радио, да, сидит человек и курит наркотики. Ну, вы себе представляете? Причем неизвестный никому человек. Вадим Егорович. В ту ночь, когда Москву Обшарил первый ливень, Я брошенный к столу Предчувствием беды В дрожащей полутеме Рукой дрожащей вывел Дождь смоет все следы, Дождь смоет все следы. Дождь смоет все следы, Ведь время тоже дождь, Который вечно длится, Который не щадит Ни женщин, ни мужчин. Он хлещет наугад По крышам и по лицам, По инею волос И кружевам морщин. И сколько б ты не жил В какой бы ни был силе, И кто бы не склонял Тебя на все лады, И сколько б не вело Следов к твоей могиле, Дождь смоет все следы, Дождь смоет все следы. Так думал я, когда От ливня задрожали Промокшие дворы И два моих птенца, Которых мы с тобой Так рано рожали, Устроили голодеж Перед лицом отца. И понял я в тот миг От ливни снывая, Что дерзкий этот крик, Ворвавшийся сюда, И есть тот самый след, Который не смывает, Который не гасил Нигде и никогда. А дождь стучит вовсю И помощь, и просит Свинящую листу, Зажав в своей горсти, Он драет тротуар, Как палубу матросик, И мокрый тротуар, Как палуба блестит. Эта женщина такая, Ничего не говорит, Очень трудно привыкает, Очень долго не горит. Постепенно, постепенно Поднимается кружа По ступеням, по ступеням До чужого этажа, До далекого чужого, До заоблачных высот. И прищурясь смотрит женой, Как любить она идет, Как идет она, не шутит, Хоть моли, хоть не моли, И уходит в норы Судьи коммунальные мои. Ах, гостиница моя, Ах, гостиница, На кровать присяду я, Ты подвинешься, Занавесишься весниц, Занавескою, Я на части бежли, А ты невестою. Занавесишься весниц, Занавескою, Хоть на час тебе жених, А ты невестою. Можно подпевать. Барьи лето так и быть, Не обидеться, Поскорее позабыть, С кем не виделся. Заиграла в жилах Кровь коня троянского, Переводим мы любовь С итальянского. Повторим. Заиграла в жилах Кровь коня троянского, Переводим мы любовь С итальянского. Наплывает слов туман, А в глазах укор, Обязательный обман, Умный разговор. Сердце врет, Люблю-люблю, На истерике, Невозможно кораблю Без Америки. Сердце врет, Люблю-люблю, На истерике, Невозможно кораблю Без Америки. Ничего у нас с тобой Не получится, Как ты любишь Голубой мукой мучиться. Видишь, я стою Голубой перед вечностию, Так зачем косить косой Человечность? Коридорные шаги Злою грозою Было небо Голубым, Стало розовым, А я на краешке сижу И не подвинулся, Ах, гостиница моя, Ах, гостиница! А я на краешке сижу И не подвинулся, Ах, гостиница моя, Ах, гостиница! Конечно, конечно, отнести эту песню К числу забытых нельзя, То есть в этом будет Значительная доля лукавства, Понятное дело. Но мне просто хотелось Обязательно включить Эту песню в программу, Поскольку Юрия Теича Не стало недавно, И мне просто хотелось Обязательно о нем вспомнить. Тем более, что С этой песней у меня связано Одно незабываемое впечатление. Я однажды увидел ее Написанной от руки В таком тетрадочке, В песеннике. Ну, вот как мы, знаете, Все мы, наверное, в юности Записывали себе Записывали себе в тетрадочке Какие-то полюбившиеся песни. Да, делали песенки. И вот, значит, в этой тетрадочке Текст песни гостиница Был снабжен Лишними знаками пунктуации. То есть там было написано так. Как ты любишь, запятая, Голубой, запятая, Мукой мучиться. Так зачем косить, запятая, Косой, запятая, Человечность. То есть, видимо, в представлении Владельца тетрадочки Речь в песне шла О косоглазом человеке Нетрадиционной сексуальной ориентации. Мы были знакомы с Юрием Алексеевичем Не очень близко, но были знакомы. У нас даже была однажды Совместная такая серия концертов. Я очень хорошо помню, Как он приходил на концерты. У него была в руках, Ну, его традиционная, Это знаменитая семирублевая гитара, А также холщовая сумка С надписью 22-й съезд КПСС. Дело было во второй половине 80-х годов, Так что во 22-м съезде КПСС Уже остались только воспоминания. Тем не менее, в сумке Был такой классический набор Интеллигента второй половины 80-х годов. Там была зубная щетка, Журнал «Новый мир» И бутылка портвейна. Больше ничего не было. Клянусь вам. То есть зубная щетка, Бутылка портвейна и журнал «Новый мир». Не было. Не было. Не буду лишнего, Не буду придумывать. Понимаете? Вот что было, то было. Надо сказать, что у него Взгляд был тогда отрешен. Уже. Он мало чем интересовался. Он убегал после первого отделения, Сославшись на какие-то важные дела. Я обижался. Я обижался. Тем не менее, Знаете, Именно ему я обязан знакомством С потрясающим совершенно Исполнителем романцев Ленинградским. Валерием Агафоновым. Знаете, наверное, это имя, да? Валерия Агафоновым. Когда-то Юрий Алексеевич позвонил мне Из Питера, говорит, Вот, Саша, к вам едет Такой замечательный Исполнитель романцев. Вы уж там его Не пропустите, Потому что это Редкая удача. У него какие-то родственники В Днепропетровске. Вот он к вам туда едет. И действительно, Мы не упустили, За что я просто благодарен Юрию Кукину. Это его за слово. Последний раз мы виделись с ним В 2010 году На международном фестивале Петербургский аккорд В Санкт-Петербурге. Он был плохо. Он еле ходил. Его так поддерживали под руки. Тем не менее, за кулисами Он рассказывал какие-то смешные байки. Он был вообще великим рассказчиком. Да. Он, кстати, рассказывал. Дивную совершенно байку О том, как его Разыграл Висбор. Значит, дело было где-то на гастролях. Он был в гостинице. И ночью, НОЧЬЮ, Значит, у него зазвонил телефон. Приятный девичий голос Сказал ему Юрий Алексеевич, я молодая журналистка. Там по фамилии Синичкина, Там не важно. Я вот, я упустил. Вот у вас был концерт. Я не сумела с вами встретиться. Не успела. Я очень хотела взять у вас интервью. Можно вам задать там пару вопросов? Ну, Кукин сказал. Ну, конечно, давай. Значит, задавай. Поскольку он был галантным человеком. И он говорит, вот как вы начали... Расскажите, пожалуйста, как вы начали писать песни? Дальше Кукин говорит, ну, смотрите. Я же, говорит, уже 30 лет рассказываю одно и то же. То есть, этот рассказ о том, как я начал писать песни, у меня готов и сидит в памяти. То есть, меня разбудив там в три ночи, в четыре утра, я начну его рассказывать с любого места. Короче говоря, услышав вопрос, я начал его рассказывать. Когда я закончил рассказ, голос Висбора сказал, молодец, ни разу не сбился. Ну вот. А когда Юрий Алексеевич вышел на сцену и поставил ногу на стул, как это делалось во время он, то всем в зале и за кулисами стало понятно, что все, что было до него в этом концерте и все, что было после него в этом концерте, это все было более или менее красивой неправдой. А он предложил публике правду. Причем именно свою. Свою правду, каждого своего. Вот такое было впечатление. И зал это оценил. И зал это оценил. Была овация невероятная совершенно. Вот такое последнее мое воспоминание. Кукин на сцене. Что-то там он поет, по-моему, за туманом, или что-то вроде этого. И овация на зале. Ну хорошо, пойдем дальше. Пойдем дальше. Следующая песня действительно относится, наверное, к числу ползаводных. Так же, как и ее автор, кстати. Я сказал одному прохожему С папиросой газбек во рту На варей к лицом похожему И с глазами, как злая ртуть. Я сказал ему на окраине Где-то в городе по пути Сердце девичьи ждет хозяина Как дорогу к нему найти Сердце девичьи ждет хозяина Как дорогу к нему найти Посмотрев на меня презрительно И сквозь зубы цедя слова Он сказал мне Послушай, парень, не приставай к прохожим А то ведь недолго и за милиционером сбегать И пахшел он походкой гордою От величья глаза мутны Уродись я с такою мордою Я б надел на нее штаны Уродись я с такою мордою Я б надел на нее штаны Над Москвою закат сутуется Ночь на звездах скрипит давно Жили мы на щербатых улицах Да весь мир был у наших ног Не унять нам ночами трошника И у книг расподсмотрев концы Мы по жизни прили безбожники Мушкетеры и сорванцы В каждом жил с ветерком повеченный Непоседливый человек Нас без слез покидали женщины А забыть не могли вовек Но в тебе совсем на иной мотив В тишине фитилек горит Черти водятся в тихом омуте Так пословица говорит Не хочу я ночами тесными Задыхаться и рвать крючок Не хочу, чтобы ты за песни мне В кепку бросила беточок Я засыпан людской порошию И мечусь из краев края Эй, смотри, пропаду хорошая Недогадливая моя Эй, смотри, пропаду хорошая Недогадливая моя С автором этой песни Михаила Леонидовича Манчарова Я тоже был немного знаком Однажды в 80-е годы В Москве снимался такой фильм О перекричке поколений В авторской песне И, короче говоря, привезли меня В числе группы таких относительно Молодых людей привезли на дачу К Анчару Для того, чтобы снять очередной эпизод Этого фильма И вот, собственно, мы там познакомились Ему какими-то неведомыми путями До него дошла Добралась моя песня Где я дописывал Висбора Ну, не важно Это все отдельная история И, в общем, с этим было связано Наше знакомство На этом оно было завязано Так вот, я хочу вам сказать Что он производил, конечно Жалкое впечатление Он был очень больным человеком К тому времени Он еле говорил Он еле сидел Он еле ходил Он... Мука была абсолютная Он при слове Висбор Он начинал плакать То есть, когда произносили слово Висбор Он говорил Юрка И начинал плакать Но Молоденькую журналисти За коленки он хватал Я свидетель Понимаете И тут же он начал рассказывать историю Значит, зашел разговор о Галиче Он тут же начал рассказать историю Как они с Галичем В одной компании Положили глаз на одну девушку И потом стали петь Как бы для нее Понимаете И в конце вечера Эта девушка ушла с Анчаровым А не с Галичем О чем он с гордостью доложил И вот Вы понимаете Это была развалена Абсолютная Но в тот момент Когда он об этом рассказывал Вы бы видели Как зажглись его глаза Как вообще Как он распрямился И как он это все рассказывал Вот таким он у меня Остался в памяти Да Впоследствии Я делал передачу Даже две передачи Об Анчарове У нас на радио Кто-то из московских гостей Записал эти передачи На кассеты тогда Отвез в Москву Передал брату Уже покойного К тому времени Михаила Леонидовича Илье Леонидовичу Анчарову И потом мне из Москвы Передали письмо От Ильи Леонидовича С пластинкой Там с какой-то Благодарственной надписью И история Вот тем самым История нашего знакомства С Анчаровым Как бы замкнулась Пойдем дальше Пойдем дальше Опять Вадим Яков Ах, как бы юность Шла назор Назад Ее позвать бы Но через годы Чей туман Обманчик и лукав Крадутся к нам Крадутся к нам Серебряные свадьбы И вырастают на пути И тянут за рука Крадутся к нам Крадутся к нам Серебряные свадьбы И вырастают на пути И тянут за рука И накрываются Березон Березон пронзительно Березон пронзительно Серебря Да только бряде У невест Серебряно Берем И все мне чудится И все мне мнится Неуклонно Что это просто Первый снег Явился на постой Пробрался Пробрался в рощу И дерев Желтеющие кроны Укрыл безжалостный Шутник Серебряной фото И все Слышишь ли Среди Раскульного Застолья В звенящей жизни Что летит Не ведая Помех Любовь Моя Судьба Моя Бессмертен Я До Толе Пока Витает Надо Мною Серебряный Твой Смех Любовь Моя Судьба Моя Бессмертен Я До Толе Пока Витает Надо Мною Серебряный Твой Смех Аплодис slушу АПЛОДИСМЕНТЫ И вот в какой-то момент, то ли я позвонил жене в Израиль, то ли жена мне позвонила на мобильный телефон. Мы стали разговаривать, Вадик попросил трубку. Попросил трубку, взял и говорит, Света, он себя хорошо ведет. Я за ним присматриваю. На что ехидная Света сказала, именно это меня и беспокоит. Разрешите вам напомнить о себе, О своей незамечательной судьбе. Я как раз на верхней полочке лежу, В данном случае бездельничаю жуть. Люди заняты исканием дорог, Люди целятся ракетой в лунный рог, Люди ищут настоящие слова. Ну а я лежу и думаю о вас, Ну а я лежу и думаю о вас. С этой мысли пользы права никакой, Вот промчался скорый поезд над рекой, О реке бы мне подумать в самый раз, Ну а я лежу и думаю о вас. Ну а я лежу и думаю о вас. А народу просто полное купе. Кто-то в карте, кто-то хочет вместе спеть, Чья-то нежная клонится голова. Ну а я лежу и думаю о вас. Ну а я лежу и думаю о вас. Я-то думаю, что думаете вы, Как вы были замечательно правы, Рассказав мне поучительный рассказ, Что не нужно больше думать мне о вас. Что не нужно больше думать мне о вас. Что любовь и настье мы стренько сотрут, Что единственное счастье — это труд. Я, ей-богу, понимал вас в этот час, Но представьте, я-то думал всё о вас. Но поверьте, я-то думал всё о вас. Секундочку. Что ж, по-своему с ним происходит? Ого! Тепло у нас. Не держа, не кулка, как Лёв говорит. Ну, бывает, бывает. Зато, знаете как, зато, Благодаря вот этой чёрненькой штучке, Это всё быстро оттенится. Потрясающе. Так, что у нас ещё? А! Боюсь, что неизвестный вам автор, Которую зовут Ирина Люминозовна. Ах, ты улица, ах, ты добрый дной, Кто-то хмурится за моей спиной. Всё слова, слова, А пойму едва Изболелася голова. Замела зима Все дороженьки, А у нас дома непохожие. Всё следы в снегу, Всё к тебе бегу, Всё беду свою стерегу. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Или радости, да не радуют От усталости Звезды падают, так и мне в ночь Закружила ночь, что ты песнею не помочь Свет зажги в окне, расскажи ты мне Или когда-нибудь прихожи во сне То ли мне песни петь, на тебя глядеть То ли птицей с глаз лететь Вот, ничего не могу рассказать о ней Не знаю, мы не знакомы Видел я ее Видел я ее один раз в жизни В 1975 году Вот, в 1975 году Понравилась вам песня? Еще вспомнить? Куполами облака наплывают над дорогой И березки напоказ выставляют белы ноги По траве, траве шуршат Брудит ветер, как кочевник И звенит, звенит в ушах Этот старый слон вечерний Отменен вечерний слон Заменен давно трамвай К нам в квартиры проведен Телефонными звонками Бесконечно раздроблен Перетелом чрезвычайно Взлон стаканов, взлон окон Разбиваем мы ночами Непривычно нам дышать Проснется ворон молодой И глаз устали в золотой В оконное стекло подышит И, разорив свое крыло Достанет вечное перо И что-то вечное напишет Не дьявол ли пошаливал Дома крест пошатывал В печах среди тьмы Выветривал дымы И реки завораживал Да так, что замораживал И складывал, и скрадывал В гостей охотничьи костры И вдруг, как око красное Дикарское, декабрьское Летком обведено Горит в ночь окно Не стройно и обманчиво Как хор церковных мальчиков Поют светлым светлым Сосновые полы То сыром, то модеррою То скрипочкой матьярскою Воспочит корчмарь Ядреный, как январь Скрипач играет мастерски Такой скрипач с ума сойти Увидел вас и вдруг Со скрипкой вышел в круг Над кружками и шутками Над алыми душурками В смешенье разных вер По-русски плачет венгр И как ты, Русь, не скрыт ничем Но вдруг матьярской скрипачкой Очнется за звенев В земле проросшей нет Покуда ночь не кончится Корчма жаровней корчится Плеща, как угли в снег Рыданье и смех А утро в снежных занятиях Спокойным солнцем залиты За тысячи белых верст Аукнет паровоз За тысячи белых верст Аукнет паровоз Прямая песня Владимира Качана и Леонида Филатова Следующая песня написана Человеком мною нежно любимым Можно было бы ее назвать вообще, я бы сказал, гимном Советской научно-технической интеллигенции Называется она Гриоза Кот лениво выгнет спину И я в халате цвета беж Чинно шествую в кабину То ли в брюках, то ли без У огня сижу часами И палкой угли ворошу И с закрытыми глазами В кресле так полулежу В кресле так полулежу В кресле так полулежу Или долго в сад осенний Ночью выйдет гулять Или выйду в воскресенье Глупых девок окмурять И в охотничьей избушке Пулей лося одоле С шлавливой пастушкой Жарим дичь на вертеле Жарим дичь на вертеле Чтоб я ищусь до полночи В дом любви к медам роже Ляпнуть так, между прочим Ах, спасибо я уже А потом напившись чаю Нет шампанского на льду Полежу, поскучу На работу не пойду На работу не пойду Аплодисменты 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 Автор этой песни Григорий Фимович Дикштейн Григорий Фимович Дикштейн Живёт в городе Чикаго И в этом году собирается отметить Своё 75-летие Буквально 4 ноября Причём, знаете Я его поздравлял с семидесятилетием И за истекшие пять лет Моя любовь не стала меньше Кстати, и не стало больше Поскольку больше уже некуда Поэтому то стихотворение Которое я ему тогда написал Я вполне готов прочитать ему и в этот раз Единственное что Слово семидесятилетие Которое вошло в стихотворение Мне придётся заменить На изобретённое мною слово Семидесятилетие Чтобы ритмика не нарушалась На самом деле Я воспользовался его песней Играйте тихо флейты Кларнеты и гобои Не надо шумной меди Не надо губких кож Печалиться умейте болеть чужою болью Прекраснее на свете призвания не найдёшь Играйте тихо шпицы Кульманы и кронштейн Кто будет привлекаться Поставлю направёшь Ведь вот уже лет тридцать Как дружим мы с Дикштейном Прекраснее подарка На свете не найдёшь Мне помнится Маэстро ещё черноволосым На улице Свердлова Толпилась молодёжь И пела про картошку Про зрелость и про осень А звуки гулкой меди Ценила в медной гроши Ах, было, 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 Но пролетели годы Нет улицы Свердлова Есть Уилын или Стрит Любовь и бескорыстность Давно ушли из моды He speaks his fucking English I need to very read А впрочем, что нам годы Приливы и отливы Порой бросает в небо Порой бросает в дрожь Но в Харькове, в Чикаго А также в Тель-Авиве За здравие Дикштейна Не пьёт лишь пьяный ёж Семидесять пятилетие Неужто едет крыша Ведь он всё так же строен И весел, и хорош Играйте ж флейты тише Играйте флейты крыша Прекрасное призвание На свете не найдёшь АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И ещё один незнолюбённый автор Юли Ким Песенка называется Монолог шута о мыслях Велик Господь Он создан Плоть с руками и с ногами А к ним чудак прибил чердак И начинил мозгами Будь ты учёный Или не учёный в раю Или в отду Будь ты человек-то обречён Всё думать, думать, думать Едва лучи в начале дня Тебя коснутся робко Как натинается Возня Под черепной коробкой И целый день И каждый день по гроб В буквальном смысле Тебя преследует мигрень Всё мысль 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 И нет покоя Ни на чём Они не ставят точки У мудреца Одним у дом А жить Заставят в бочке И от надежд И от мечты Они оставят тень Лишь О, ненасытные кроты Ты их Никуда не денешь Ну и пора переходить к оптимистическому финалу Я так понимаю Оптимистическому Оптимистическому В земные страсти вовлечённые Я знаю, что из тьмы на свет Шагнёт однажды ангел чёрный И крикнет, что спасения нет Но простодушный и несмелый Прекрасный, как благая весть Идущий следом Ангел белый Прошепчет, что надежда есть Прости меня, дружок За пьяное перо На эту полтавню Пожалуйста, не сержи Но знай, что до сих пор Оплёванный пьерок На тоненьких ногах Шатается по свету И мы встречались с ним На ленточках дорог Не ведаем Бредя С пьеро почти что рядом Что просто он подрос Наверил с ветро И стёр с лица сурьму Белила ей помаду И сбросив в мишу Рук фигляр и шута В нём горчится душа Орущая была И по ночью, когда С улыбками у рта Людские души спят Душа пьеро Пылает И на нём огне Он стряпает стихи И трепет на плече У розоватой зорьки Рука его Легка Глаза его Сухи Остроки На бумаге Золотые И горькие И Утро Позовёт И Суку Как Суку Забросит На плечо Он Скатится С порога И Всё же Я Представь Завидую Ему И Всё же Я Поверь Иду Его Дорогой Прости Прости Дружок За пьяное Перо На Эту Болтовню Пожалуйста Не Свету Но знай Что До сих пор Оплёванный Перо На Тоненьких Нога Шатается По Свету Свету Ж Вот Жизненный Запас Шарпеневая Кожа А Гарок Восковой Оплавленной Свечи Не Будем Голевать У Глаз Морщины Множат Ещё Не Кончен Бал И Музыка Звучит Парам 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 Пока Толкают Нас Любовные Отомления И Мучает Вопрос Мы Счастливы Или Нет Но Гори Парам С MP2 Парам Сорт Бал И Параба Нас Севар Парам 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 Пусть временем Резе С Скользить По Нашим Лицам Мы в царстве теней не числимся пока. Хоть искорка дна, желая сохранится, Еще не кончен бал, и осень далека. Пара-дам, пам-пара-дам-пара-дам. Спасибо. Спасибо. Даже автор этой песни Бришen Икштейн, в общем, не так давно узнал от меня, что с этой песней связана замечательная история. Она исполнялась мною на 16-м Всемирном фестивале молодежи и студентов в городе Пхеньяне. К тому времени перестройка в СССР зашла столь глубоко, что в делегацию из 600 человек можно было включить одного еврея. Я много-значительно молчу, правда? Да. Кстати, по этому поводу тоже есть история, сейчас расскажу. Короче говоря, меня там направили участвовать в фестивале политической песни. Но дело в том, что публика, сидевшая в зале, так же, впрочем, как и в жюри, ни слова не говорила ни на одном языке, кроме корейского. Их специально так подбирали, чтобы они не могли общаться с гостями. Поэтому я решил, ну почему эту песню нельзя назвать политической, в конце концов. Тем более она такая оптимистическая и ритмичная, красивая очень музыкальная. Короче, я ее спел как политическую песню. Значит, дело было так. Там зал был полный. Значит, после выступления каждого из участников был слышен щелчок. И по щелчку, то есть по некому сигналу, начинались аплодисменты. Количество и качество аплодисментов были строго выверены. То есть представитель какой-нибудь империалистической Америки, или того хуже Израиля, не мог там рассчитывать, но даже на жидкие хлопки. В яд, в 89-м году, представлял старшего брата. Великий Советский Союз. Друзья мои, подобного успеха у меня не было никогда. Никогда я не слышал подобных оваций в своей адресе. Никогда. Более того, у меня до сих пор хранится золотая медаль. И я был удостоен, помимо золотой медали, я был удостоен почетного права сфотографироваться с председателем жюри. Кто это такой, я до сих пор не знаю. Но важно, что этот фотоснимок был помещен впоследствии на страницах любимого журнала советских инженеров «Корея сегодня». Понимаете, да? Чистая правда. «Корея сегодня». Так оно было. Гриша об этом не знал, я ему рассказывал все эти байки. Он страшно радовался. Страшно радовался. Теперь насчет того, что не похожи на евреи. Первый концерт состоялся в Вашингтоне. И моя подруга, которая сидела среди публики, услышала разговор двух людей, пары. Не знаю, супружеская, не супружеская, не важно, мужчина или женщина. Пришли они вместе и ушли, кстати, после первого отделения. Разговор был такой. Ты же говорила, что он украинец. Он говорит, ну да, он украинец, медведенко. Но он же из Израиля. Ну а что, не может приехать украинец из Израиля, в конце концов? А к чему тогда вся эта еврейская тусовка? Я в этой евре... Вы смеетесь. Я в этой еврейской тусовке сидеть не буду. И жене или подруге с трудом удалось уговорить его дождаться до перерыва. Они ушли вперед. Вот уж честно... Вот ты мне напомнил просто сейчас. Вот уж, честно говоря, я думал, чего в Америке... Вот никак не встретишь, да? А тем не менее. А тем не менее. А тем не менее. Представляете? Вот. В связи с этим... Как же без этого? Как же без этого? Вот правильно. Правильно. Если даже в Израиле можно с этим встретиться. Конечно. Короче говоря, в связи с этим я хочу в завершение нашей встречи... Все было не случайно, на самом деле. Я просто подводил к той песне, которую я сейчас хочу вам спеть. Я хочу вам спеть песню собственного сочинения. Тоже очень старую. Я надеюсь, мне простится такая вольность. Хотя сегодня поймут с ним чужие песни. Но несколько человек попросили у меня спеть что-то свое. Вот я закончу своей песней, которая была написана довольно давно, в начале 80-х годов. Называется она «Ирония судьбы», но к фильму не имеет ни малейшего отношения. Ирония судьбы, симптомы времени, как выжить, если все обожжено? Как не забыть язык родного племени, когда его и знать не суждено? Но есть клеймо, отметина невинная, обычной тушью в паспортной графе. И подлое, нелепое, картинное, пожизненное аутодофе. Искатели, мечтатели, крамольники, торговцы, музыканты, мудрецы. Как вас до слез задразнивали школьники, Как вас травили жалкие глупцы, Накачиваясь бреднями и водкою, Подсушивая собственную гнусь, Спасали Русь винтовками и плетками. Ведь так с покон веков спасают Русь. И до сих пор не сказано в учебниках, А тот, кто помнит, безнадежно стар, Чья сажа оседала в трубах треблинки, И чьей укрой полон бабий яркий. Я опоздал, я не услышал выстрелов, Я по рассказам знаю о войне, Но до сих пор ничтожество бесчинствует, И грязным пальцем в спину тычет мне. Будь проклято, стыдливая молчальна, Будь проклято, бессовестная ложь. Пусть нет судьбы нелепей и печальней, Но и счастливей судеб не найдешь. Иронии и грусть, симптомы времени, Болезненного, судя по всему, Мне не знаком язык родного племени, Но я горжусь причастностью к нему. АПЛОДИСМЕНТЫ Блютурно-любинар! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо большое! Спасибо! Спасибо! Я понял, я понял! Я понял! Я понял! Жванецкий говорит в таких случаях, А теперь на бис, чтобы не мотаться туда-сюда! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Какого рода ты, какого племени, У гуннов и поляков побывал? А я, мальчишка, времени без времени я Твой мёд из уст печерских попивал. Глоток, да глоток, да и яблок лоток Изящный осенний набор Словечко пустяк, и было ли так? Да разве ж о том разговор? Словечко пустяк, и было ли так? Да разве ж о том разговор? А Анна накатывал закат почти сиреневый На мёрзлой зябе лютишских лесов. А я, мальчишка, времени без времени я Шалел среди счастливых голосов. Глоток, да глоток, да и яблок лоток Изящный осенний набор Словечко пустяк, и было ли так? Да разве ж о том разговор? Словечко пустяк, и было ли так? Да разве ж о том разговор? Витает дым отечеств над поленьями В нём тают имена и племена А я, мальчишка, времени без времени я Стою, курю у твоего окна Глоток, да глоток, да и яблок лоток Изящный осенний набор Словечко пустяк, и было ли так? Да разве ж о том разговор? Словечко пустяк, и было ли так? Да разве ж о том разговор? Спасибо. Это была чистая импровизация, честно, я не готовился, я просто... Я по памяти просто сейчас восстанавливаю Замечательно, и не менее замечательно То, что Дима и Валера снова стали Снова стали вместе сочинять Ну хорошо, давайте, давайте, давайте Не эти никому, ни чьим слезам, ни эти, ни чьим словам Ни эти, ни славе, ни хуле Один и тот же лих у жизни, у смерти В любые времена и на любой земле Есть только высший суд и только личный опыт Натруженные стопы, морщины на челе Надежды мои, срывающийся шепот В любые времена и на любой земле В любые времена и на любой земле От перемен и мест меняются пейзажи, занятия и даже продукты на столе Но, близкие мои, любимы мной все так же В любые времена и на любой земле 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот я два слова хотел тебе сказать. Представляете, в какой великой кампании мы сегодня с вами провели вечер. И все благодаря действительному члену Академии Барновских и поэтических наук Александру Дову. Спасибо, спасибо вам большое. Я, наверное, вспоминал уже в этом зале замечательную фразу, которую произнес когда-то в 79-м году в городе Днепропетровске Евгений Клячкин. Его не отпускали со сцены долго, и он уже подустал к тому времени, и уже нужно было заканчивать концерт. И он сказал замечательную фразу, которую я взял на вооружение. Он сказал, ребята, давайте разойдемся, пока нам этого не хочется. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.